Полина Блинова – ученица третьего лицея. В первый раз приняла участие в конкурсе юных чтецов «Живая классика». Для школьницы близка тема мистики и необычных явлений, поэтому она выбрала произведение Николая Гоголя «Вий». Для выразительного чтения Полина взяла один из кульминационных отрывков, когда главному герою Хаме навстречу выходит «Вий». Мне нравятся такие ужастики, какие-то мистические, больше произведения, и поэтому я решила выбрать его, потому что я подумала, у меня он хорошо получится отчитать. Я очень переживаю, но думаю, что я с этим справлюсь, потому что текст я знаю хорошо, я репетировала долго, много, но я считаю, что я справлюсь с этим. Муниципальный этап всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» прошел во Дворце детского творчества. «Живая классика» – масштабный конкурс по чтению вслух отрывков из прозаических произведений отечественных и зарубежных авторов. Он проводится во всех регионах России. Саров не стал исключением. Участники прошли школьный этап, и 23 лучших чтеца представили свои выступления. В состав жюри вошли учителя и педагоги образовательных учреждений города, среди которых были и члены Союза писателей России. Я выбрала для чтения произведение «Васюткино озеро» и фрагмент там, где Васютка разговаривает, так сказать, с белкой. Мы его недавно читали в школе, как раз по программе, и мне оно очень понравилось, запомнилось очень. А отрывок, он почему-то такой необычный, смешной даже чуть-чуть. Жюри оценивало выразительность прочтения, грамотную речь, дикцию, расстановку логических ударений и пауз в произведениях конкурсантов. Некоторые ребята подошли к выступлению творчески и подобрали детали для образа. Бабушка была добрая, и на следующий же день Олечка смогла купить себе шляпу, пояс и перчатки. Победители примут участие в региональном этапе Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». Светлана Юрунова, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.